Привет, меня зовут Дэвид Кейдж. Я сценарист и режиссёр Пророчества Индиго. Я подумал, что перед началом вам было бы неплохо кое-что узнать. Познакомьтесь с моим другом, это Боб. Вы будете управлять ним в процессе... Дорога! Давайте начнём с простых вещей. Подойдите к отметке на полу. Ой, а чё, геймпад не работает, да? Чисто... понятно. Ебать, это поворачивать и ты идёшь. Господи. Геймпад не работает. Ну, я всё сделал. Чё тебе ещё надо? Брал кулку. А... Ай, ёбаный-то вы. Чё б бежать? Я могу и так сам, блядь. Отлично. Теперь вы знаете, как передвигаться. Ещё вы сможете осматривать то, что вас окружает. Для этого вы будете напрямую управлять камерами. Смелее. Попробуйте. Ну, всё-всё... Я понял. Также вы можете осмотреться, чтобы увидеть то, что вас интересует. Или пробел. Но в Фаренгейте вы будете не только смотреть по сторонам, но и взаимодействовать с окружающим миром. Подойдите к двери. Чё такое, бля, охуевшее? Видите значок в верхней части экрана? Он показывает движение, которое нужно совершить, чтобы выполнить действие. Проделайте его медленно, чтобы почувствовать управление персонажем. Попробуйте. Отлично. Теперь вы знаете, как передвигаться, использовать камеры и использовать камеры. предметы, и мы можем перейти к более важным вещам, когда... Но я не понимаю, как это работает! Вам нужно будет выполнить ряд действий. Лучше заранее объяснить, пока вы с этим не столкнулись. Давай, объясняй. Объясняй, конечно. И... Идите к стене. Какой стене? А, всё, я понял. Если в верхней части экрана появится такой символ, значит, ваш персонаж должен приложить физические усилия. Вот увидите, вы станете не меньше, чем он. Неплохо! Теперь о более трудных вещах. В пророчестве Индиго вам часто будет грозить опасность. Чтобы выжить, вам понадобятся не только хорошие рефлексы, но и присущие героям смекалка. Давайте посмотрим, как это бывает. Давай. Бля, это подожди. Вот что бывает, если вас подвели рефлексы. Попытайтесь ещё. Я просто не жаловюсь, что ещё и стрелки будут. Нихуя. Хорошо, вижу, вы наловчились. Да нихуя не наловчился. Вы можете выбирать, что говорить в диалогах. Давайте попробуем. Что вы думаете о моём приятеле Бобе? Так. Выбейте с помощью мыши. А он говно. Эй, Боб, ты слышал? Так, вижу, с этим вы справились. В игре у вас будет ограниченное время на ответ. Так что думайте быстро. Теперь давайте поговорим о душевном состоянии. В игре ваши действия влияют на психическое состояние вашего персонажа. Каждый раз, когда оно изменяется, на экране появляется иконка. Думайте о своём персонаже, иначе он может впасть в депрессию, безумие и даже убить себя. Ты чё, 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 чё вы сможете управлять всеми главными героями. Но будьте осторожны. Ваши действия будут иметь последствия. Их сколько? Раз, два? Думайте, что делаете. Три. Три, если не ошибаюсь. Я рассказал вам всё, что знаю. Ну, почти всё. Чё-то ты нихуя, получается, не знаешь. Но я хочу, чтобы вы это сделали без моей помощи. Теперь дело за вами. Помните, вы попадаете в мир, где может случиться всё, что угодно. Квантик Дримс. Какие-то хламидии падают красные. Аспир. Эспайр. Наши дни. Презент Дэй. Вещи вокруг нас совсем не те, чем кажутся. Присперься. Думаем, что знаем окружающий нас мир, но на самом деле видим лишь внешнюю сторону, то, чем всё кажется. Я был таким, как ты. Я верил в человечество, газетным статьям, телесериалам, политикам и книгам по истории. Но наступил день, когда мир дал мне по морде, и у меня не осталось другого выбора, кроме как увидеть его таким, какой он есть. Меня зовут Лукас Кей. И я расскажу свою историю, то, как с обычным парнем произошли невероятные события. Может, так оно и должно было случиться. Может, это была моя судьба, карма, неважно. Но одно я знаю наверняка. Отныне всё будет по-другому. Фаренгейт. Фаренгейт. Ебать. Всё началось именно здесь. А не жище. Нью-Йорк. Столица мира. Шахматная доска, на которой судьба решила сыграть последнюю игру. И я был самой обычной пешкой и жил, как пешка. До той самой ночи, когда в одночасье рухнула вся моя жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 че заходи это наш чувак реально ебать ебать я готов я готов блять нас кто-то вселился в зомби что чувак ты живешь в зеркале блять оглянись блять беги нахуй беги блять а пизда он вот как он не воткнул он промазал что ли царапнул его ебать да не сопротивляйся хули ты блять у чувака там в капюшоне видимо кольцо всевласти раньше ты был девочкой на до холина тянет ко мне свою лапу на блять дура ебать очнулся что что же я наделал ну убил блять ну беги я узнаю вставайся я я не хотел оба тут копы чем не делать быстрее мне мне нужно смыться пока сюда кто-нибудь не зашел так за жесткий диск хорошо что что мы делаем что мы делаем берем труп так тащим его тащим 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 давай 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 быстрее 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 уложим на унитаз вот уже у нас просто тревога все заебись теперь нам что надо помыться нам надо давай умоемся давай давай быстрее умываемся не работай да ты дура блять давай быстрее быстрее намывай намывай давай 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 мыло возьми не забудь мыло давай ебаш 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 быстрее все отмылся все хорошо одежду даже отстирал молодец посмотри внимательно нет ничего все 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 отлично да все на заебись да блять господи что тут насчет швабру швабру возьми давай давай хуярь давай быстрее блять да ты сука а чё ты не работаешь нет ты возьми блять дебил ну то чё ты блять ты мне бесишь а чё делать то да ты заебал ну только в том сторону если зажимаю какой ты блять ну давай не подожди я не не понимаю а чё ты блять мне мозги ебешь да ты чё издевайся вот блять как-то тупо туго так чё у нас ещё окно закрываем закрыто здесь я не выйду что что тут у нас чё нож нож нужно от него избавиться в окно блять в окно ну чё металла зарежем тоже о блять ну 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 оставайтесь на местах здесь только что произошло преступление прошу сохранять спокойствие и подождать приезда полиции которая удостоверит ваши личности так заканчивается моя история полиция обнаружила кровь у меня на одежде и арестовал да ты заебал блять серьёзно да ты сюда ты швабры ебаный давай 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 ну 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 да него избавиться сиди блядь блядь опять эта хуйня да блядь господи давай мой си блядь все помылся теперь все проверил послушаем все окей выходим отсюда Сэр? По-моему, вы забыли оплатить счет. О, конечно, я... Простите. Счет за еду. Как я мог забыть? Быстрее, пока не обнаружили тело. А где мой счет за еду? Да блядь, господи! Вот это, да, мой счет за еду? Все. До свидания. Нужно выбираться из этого района, пока не приехала полиция. А куда нам бежать? Типа ебанно в рот. Уносим ноги. Пешком до моего дома слишком далеко. Нужно найти другой способ. Да ты что, издевайся? А что, там такси выставил, да? Да, там такси, такси, такси. Такси, такси! Ты, визи, визи, такси! Такси! Бомж, это молодой коп! Посмотри! Это он и есть! Бомжи коп! Закуски шефа. Ехуя у тебя точила, бля! Потому что у тебя рот как-то движется не очень хорошо. И всегда во время моего дежурства. Будто все психи сговорились и действуют мне на зло. А ты хочешь, чтобы они мне не действовали на зло? Херты собачьи. Как скажешь, Карла? Вхуя, Карла? Так, надеюсь, было сохранение, потому что мечтать надо идти на работу. Я как прервусь, потом допишу. В общем, не прощаюсь. Ты, блядь, что книгу нахуй пишешь или что? Ты можешь побыстрее с этим разобраться? Стиркаю. А чё, немножко краечку? Вот же он. Господи. А, дурочка какая-то. Как дела, Макарти? Добрый вечер, инспектор. Я вас ждал. Привет, Тайлер. Эй, Мартин. Ну? Что случилось? Убийство. Я нашел тело в уборной. Что случилось, блядь? Вызвал тебя на кофе, нахуй. Вот ты же, вроде, как по убийствам. Никто не заметил ничего странного? Никто ничего не видел. Подозреваемый есть? Прежде чем я нашел тело, ушел один клиент. За каким столиком сидел подозреваемый? Он сидел вон за тем столом. Кто жертва? Его звали... А, Джон Уинстон. Он сюда часто заходил. Кейт его знала. Она сможет рассказать больше. В тот момент здесь были еще посетители? Да, два парня. Я разрешил им идти домой. Если хотите их допросить, я записал адреса и номера телефона. Тело еще не увезли? Парни из морга вас ждут. С того момента, как нашли тело, в туалет никто не захотел. Это официантка? Да, Кейт Моррисон. Домой вас следует... Я, блядь, сказал. Все тупое, что ли. Если позволите, инспектор, я попрошу вас не слишком на нее наседать. Она все еще в шоке. Спасибо за помощь, Мартин. Уже поздно. Лучше иди домой, немного поспи. Я подожду, пока вы поговорите с Кейт. Хочу убедиться, что она доберется домой. Тогда мы еще ничего не знали. Просто думали, что это все из-за холодов. Если бы я знал, то, наверное, остался бы в постели и не вылезал из нее, пока все не закончится. В том-то все и дело. Если бы мы знали, что будет дальше, то все сидели бы по домам. Тайлер, выключи эту фигню. Это все-таки место преступления. Эй, я просто хотел немного разрядить обстановку. Все выключил? Лучше выключу, пока Карла не раскричалась. А нахуй заразит? Что мы знаем о жертве? Его звали Джон Уинстон, работал в магазинчике неподалеку. Он жил в маленькой квартире, один. Кейт говорит, что он был самым обычным парнем. Карла просто классная. Нашел что-нибудь, Тайлер? Для этого нужно смотреть в оба и не засыпать. Продолжай работать, Тайлер. Кейт, я следователь Карла Валенти, я расследую это убийство. Вы не могли бы ответить на несколько вопросов? Кейт, вы давно здесь работаете? В следующем месяце будет 11 лет. Я повидала всякое. Нищих, бродяг, наркоманов, кого угодно. Несколько раз нас грабили, но убийство это что-то новенькое. Бедный Джон, он был таким милым. А вы хорошо знали жертву? Джон был завсегдатаем. Каждый понедельник заходил. Всегда заказывал одно и то же и давал на чай. Как он выглядел, Кейт? Как думаете, вы могли бы его описать? Я видела его всего пару секунд. По-моему, он среднего роста, довольно молодой. Это все, что я запомнила. Что делал тот мужчина перед убийством? Он сколько-то здесь просидел. По-моему, он читал. Джон был один? Он с кем-нибудь разговаривал? Джон всегда приходил один. Мы болтали с ним о погоде, о его работе. И все. Он больше ни с кем не разговаривал. Вы не знаете, не было ли у жертвы врагов? Кого-нибудь, кто хотел бы его убить? Джон был обычный парень. Даже не знаю, кому могла понадобиться его смерть. Вы ничего не слышали, пока Джон был в уборной? Может, звуки борьбы или крики? Нет, я ничего не слышала. Оглохло, блядь, потому что... Что происходило до убийства? Вы не заметили ничего необычного? Нет. Совершенно обычный вечер. Расскажите, что вы видели? Сегодня вечером народу было немного. Обычно по будням тут тихо. Я просто болтала с Мартином у барной стойки. Я даже не верила, что Джон встал. О, боже мой! Кейт, соберитесь, пожалуйста. Я знаю, вы испытали шок, но вы единственная, кто может помочь нам найти убийцу. Моя смена подходила к концу, и я болтала с Мартином у стойки. Джон встал и пошел в туалет. Наверное, тут парень последовал за ним. Когда он вышел, я заметила, что он мне платил счет... Че пиздишь, я уже там был. Тут такое часто бывает. Многие забывают о деньгах. Что было дальше? Парень вернулся, он оплатил счет и ушел. Я поняла, что произошло, только когда Мартин нашел тело Джона. Перед тем, как подозреваемый пошел в уборную, вы не заметили в его поведении ничего странного? Нет. Хотя да. Я кое-что вспомнила. Один раз я подошла к нему спросить, не нужно ли еще что. А он не ответил. Просто сидел и смотрел прямо перед собой. Странно так. Ну, я не настаивала. Подумала, может, он немного того. Боже, если бы я знала... Ебанько, да? Как думаете, вы смогли бы познать подозреваемого? Никогда не забуду его лицо. Отлично. Вы не могли бы завтра подъехать к нам в участок и помочь нам составить фоторобот-убийцы? Да. Я сделаю все, чтобы помочь вам его поймать. Огромное спасибо за помощь, Гейт. Надеюсь, вы найдете этого подонка. Такие, как он, вообще жизни не заслуживают. Обещаю. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы его найти. А теперь идите домой и попытайтесь немного поспать. Мартин вас проводит. Прямо так, намороз сыпал? Бля. Конечно. Крут. Замерзен, нахуй. Так, вилка на месте. А где его нож? Чашка кофе и газировка? Странно. Или он любит кофе, или же он был не один. Чашка кофе и газировка? Ты дура, блядь. Так, так. Кофе в счете не указан. Книга. Буря Шекспира. Довольно странно, что убийца читал такую книгу. Гаррит, под этим столом лежит книга. Снимешь с ней отпечатки? Сделаю, Карла. Да, надо кофе себе попить. Страх, а че она, она, где страх? Она довольно-таки, это, блядь. Так, с вами могу еще потрясать. Привет, Гаррит. Привет, Фрэнк. Как дела? Привет, Карла. Привет, Карла. Ну как, нашли что-нибудь? Мы взяли на анализ несколько образцов и уже почти закончили. Ждали вас, чтобы узнать, когда можно будет забирать тело. Хорошо, посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. На швабре кровь. Вероятно, убийца смывал ей следы. Его же могли поймать. Зачем ему было так рисковать? Почему здесь кровь? Нашла что-нибудь? Возможно. Не понимаю, почему здесь кровь. Может, это кровь жертвы? Вряд ли. Скажи Гарриту, чтобы проверил. Тогда будем знать точно. Несколько ран в левой части груди, в области сердца. Похоже, удары нанесены ножом. Следов борьбы нет. Похоже, его застали врасплох. Так, ладно. Не знаешь, его семье уже сообщили? Насколько я знаю, нет. О, ясно, я понял. Если только тут нет банды, которая прячет в уборных окровавленные ножи, то, наверное, я нашел орудие убийства. Отлично. Скажи Гарриту, чтобы снял с ручки отпечатки пальцев. Окей. Ты еще корова, блядь. Себал бы ты нахуй. Странно. Что? Ну, у него при себе кредитка и сотня долларов. Я думаю, убийца прикончил его не ради денег. Прям при ней. Кайлер. Что? Это туалет, разве нет? Нет. Это место преступления. Да ладно, я уже все. Наверное, это все кофе, который я выпил, чтобы не заснуть. Да ты заебал, а че такая, блядь, тварь. Не даешь повеселиться. Так, а теперь вот в окно нельзя, да, посмотреть. Ну ладно. Тогда мы, в принципе, наверное, здесь закончили. Потому что я хер знает. Но больше всего она все высмотрела, да? Все. Все на этом. Типа, ладно. Мы с Тайлером напарники уже почти год. Он вырос с бандами в Бронксе, а потом решил пойти в полицию. Иногда он ведет себя непредсказуемо, но он хороший парень. А че, нет? Никак. Тайлер, на тебе лицо нет? Да, уже третью ночь подряд на выезде. Ты же меня знаешь. Если я не высплюсь, то хожу, как оживший покойник. О, ну вы тут быстро закончите. Ты не знаешь Карлу. Она может держать всех на ногах до самого завтрака. Она самая упрямая девчонка из всех, кого я знаю. Эй, Гарретт. Карла попросила тебя проверить парочку образцов. Не волнуйся. Я все записал, чтобы ты ничего не забыл. У меня такое чувство, что Карла хочет продержать нас тут подольше. Ну, так есть такое-то, а? Немножко. Что ж ты? Так, а с этим придурком мы посмотрим еще что-то. Стейк и картошка фри. Похоже, он почти ничего не съел. Мартин сказал, что парень сидел тут. Ладно, все, пойдем. Тайлер, я посмотрю, нет ли чего снаружи? Тайлер, я посмотрю, нет ли чего снаружи? Добрый вечер, сэр. О, привет, малышка. Я могу помочь. Сегодня вечером в ресторане произошло убийство. Ты не видел ничего необычного? Я... Я ничего не видел. Я... Чувы дела. Не-не-не-не... Холодно? К счастью, мне есть чем согреться. Хочешь глотнуть? Ладно, я пойду. Постарайся найти местечко потеплее. Береги себя. А че это мы? Возможно, с этим чуваком он будет пиздец. Давай узнаем. Да, блядь, коза, пройди ты нахуй. Господи. Йоу. Чего тебе надо? Я хотел узнать, может, сегодня ночью ты заметил что-нибудь необычное? А-а-а, отвали, я ничего не скажу. Я с хопами не разговариваю. Ладно, спасибо. Ты мне очень помог. Ты какой-то это, блядь, слышишь? Только на стресс и действуешь, блядь. Сука такая. Ну-ка, давайте его, блядь, вдвоем запинаем, этого вам жару. Короче, понятно, хунякает. Ты готов ехать, Айлер? Думаю, я видела все, что нужно. Ты уверена? Мы можем еще раз все осмотреть, если хочешь. Да поехали нахуй. Нет, все хорошо, поехали домой. Хорошо, едем. Пора возвращаться. Я смертельно устала. Ай, а че она так косо как-то стоит? Той. И Продолжение следует... Что ты повернулся? Что тебе, блядь, надо? Поворачивается. Да-да, надо собраться и идти на работу.